С первых дней войны Нина добровольцем ушла на фронт. Она защищала Одессу и Севастополь. Мужеством, храбростью этой 20-летней девушке восхищались даже бывалые бойцы, прозвав ее Анкой-пулеметчицей. Имя знаменитой пулеметчицы Нины Аниловой они, конечно, слышат впервые. Посетители этой экскурсии историю Великой Отечественной войны не изучали никогда. И в Севастопольской диораме, разумеется, тоже не бывали. Рассказы о героях нашей страны внимательно слушают гости из-за рубежа. Все они курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. В Севастополь приехали из дружественных нам африканских стран. У нас ребята, представители подготовительного факультета, три класса. Ребята прибыли к нам из Танзании, из Мозамбика, из Камеруна и из Глинея. Они курсанты, но они у нас на подготовительном факультете. На подготовительном факультете 18 иностранцев учатся почти полгода. Активно занимаются физкультурой, но основное внимание в образовательной программе, безусловно, уделено русскому языку. На него отводится 36 часов в неделю. Самое сложное, признаются курсанты, не путаться в падежах, но и с этим справляются. И уже довольно уверенно рассказывают о том, как сильно успели полюбить Севастополь. От Севастополя какие впечатления? Город нравится вам? Да, город Севастополь – это очень красивый город, город-герой. Например, мне нравится большой площадь Наримова. Первый раз сегодня экскурсия в Санпунь-город. Посетят и другие памятные места в ближайших планах поездки на 35-ю береговую батарею и в музей подземный Севастополь. Главная цель таких экскурсий – как можно ближе познакомить иностранцев с Россией, привить уважение к нашей стране. Окончив подготовительный факультет, они сдадут экзамен по русскому языку, если успешно поступят на первый курс и будут слушать лекции уже по специальным дисциплинам. А завершив обучение, продолжат служить у себя на родине и, безусловно, поддерживать дружбу с Россией. Анастасия Синица, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.